Меня зовут Шемякин Сергей, я отвечаю за портфельное инвестирование в брокере GoInvest и сегодня хочу рассказать вам про перспективу фондовых рынков стран BRICS. Презентация называется «Идем на восток». Хочу начать свою презентацию с рассказа о том, что же такое BRICS. Этот акроним был придуман английским экономистом в 2001 году, однако официальное начало этот блок, неформальное экономическое объединение, получил в 2006 году на Петербургском экономическом форуме. В 2010 году туда присоединилась Южная Африка и вплоть до августа 2023 года состав не менялся. В 2023 году значительное количество стран проявило желание поучаствовать. Многие официально подали заявки и было объявлено о шести новых участниках, которые официально вступят в блок BRICS с начала 2024 года. Часто BRICS сравнивают с другим неформальным экономическим объединением, а именно с G7. G7 — это союз западноевропейских стран США и Японии. Как вы можете видеть на слайде, темпы роста BRICS по ВВП, по покупательской способности за последние 30 лет оказались значительно выше темпов роста стран G7 и фактически в 2023 году они оказались больше. Однако на прошлом слайде я не добавлял новые страны, которые вступят в 2024 году. Если их добавить, можем увидеть, что по некоторым показателям, таким как, например, производство нефти, блок BRICS контролирует существенную часть мирового производства. Отдельно хотелось бы остановиться на таком показателе, как население, практически 46%, и стоит отметить, что население в такой стране, как Индия, например, очень молодое, трудоспособное, которое в дальнейшем будет приносить пользу своей экономике, чего нельзя сказать, например, о Германии или о Японии. Давайте чуть подробнее поговорим об участниках. И первым участником будет Китай, как мне кажется, это тот участник, ради которого все собрались. Все, в общем-то, знают, что Китай — это мощная экономическая держава, темпы роста экономики Китая впечатляют. За последние 20 лет Китай рос с опережающими темпами, и даже несмотря на небольшое замедление, все еще растет быстрее, чем значительная часть стран. В таком показателе, как благосостояние, Китай также достаточно неплохие результаты продемонстрировал. С 2000 года ВВП по покупательской способности вырос на впечатляющие 527 процентов, а проблема бедности, которая еще в 2000-х годах касалась буквально половины населения, была искоренена китайским правительством в 2020 году. Хотелось бы отдельно отметить, что помимо впечатляющих успехов в экономике и в росте благосостояния населения, Китай стал, в общем-то, настоящим технологическим лидером и, начиная с 2018 года, сумел обогнать своих соседей в Азии, таких как Корея и Япония, и, конечно же, США по количеству новых патентов. На сегодняшний день самым большим количеством новых патентов ежегодно, сам большое количество новых патентов ежегодно получает компания Huawei, которую вы наверняка слышали. Фондовый рынок Китая, и тут небольшой спойлер, чувствует он себя не очень. Мы решили проанализировать китайский рынок через гонконгский индекс, так как этот индекс доступен российскому инвестору, и большинство компаний, которые там котируются, работают в материковом Китае. Если посмотрим на известный сравнительный мультипликатор P на I, мы увидим, что уровень рынка Гонконга на сегодняшний день находится на 20-летних минимумах. С чем же это может быть связано? Связано это с тем, что, в общем-то, на рынке Китая в последнее время все больше и больше негативных событий. Когда я анализировал мировые финансовые СМИ, читал, с чем может быть связан, например, отток капитала, я подумал, что все мировые финансовые СМИ буквально сговорились и повсеместно пытаются топить Китай, потому что каких-то объективных причин, на мой взгляд, для такой существенной паники, такого существенного оттока капитала нет, и в большей степени это похоже на какой-то сговор. Что касается другой значимой проблемы для китайского рынка, это геополитическая напряженность вокруг Тайваня. Уверен, что вы об этом слышали. Здесь, как мне кажется, суть проблемы немножко преувеличена. На мой взгляд, Китай будет поступать в вопросе, связанных с Тайванем, мудро и не пойдет на открытую конфронтацию, опасаясь санкций. Также вы наверняка слышали о недавней победе про китайского кандидата на местных выборах в Тайване. У меня вообще есть ощущение, что Китай сумеет решить все проблемы, связанные с Тайванем, политическими методами. В 2024 году в Тайване пройдут президентские выборы, и многие аналитики пишут о том, что текущий президент и его демократическая партия набирают большие рейтинги неодобрения и, вероятнее всего, проиграют эти выборы. Ну и отдельно давайте остановимся на такой проблеме, как кризис на рынке недвижимости. Это действительно самый существенный риск-фактор для китайского рынка. Вы наверняка слышали про банкротство двух крупнейших девелоперов. Это Country Garden и China Evergrande. В общем-то, в текущей ситуации банкротство крупнейших участников рынка это действительно неприятное событие для рынка. Однако нам кажется, что в долгосрочной перспективе то, что рынок очищается от неэффективных компаний, скорее станет для него плюсом, нежели минусом. Китайские власти активно помогают и стимулируют рынок недвижимости. Было объявлено о снижении резервных требований для банков, о снижении первого взноса по ипотеке, чтобы людям было проще брать ипотеку и банки были более замотивированы ее выдавать. На фоне этих стимулов есть небольшие позитивные сигналы в виде роста цен в крупных городах, таких как Пекин и Шанхай. Связано это с небольшим ростом спроса. Китайские ЦБ активно стимулируют бизнес через рекордные вливания в экономику. Буквально 16 октября было объявлено о вливании в размере 40 миллиардов долларов через программу среднесрочного кредитования. Существенный объем стимулов отражается в неплохой ситуации в макроэкономике. Мы видим рост розничных продаж, мы видим стабилизацию в промышленном производстве, по достаточно важному для управляющих индикатору PMI, это индекс деловой активности в производственном секторе. Уровень индекса вышел выше 50, что также, по нашему мнению, является позитивным сигналом. На фоне, в общем-то, неплохих выходящих данных, крупные инвестдома пересматривают свои прогнозы по темпам роста китайской экономики. И если вплоть до августа каждый инвестиционный дом снижал свои ожидания по темпам роста экономики, то в сентябре они все вместе подняли свои ожидания по темпам роста до 5%, а Джипи Морган буквально недавно объявил, что ожидает еще большего роста в районе 5-2%. Давайте подведем итог, что мы имеем на китайском рынке. У нас растущая экономика, растущие доходы населения, стимулирующая монетарная политика, а также технологическое лидерство. При этом есть замедление, восстановление внутреннего спроса, есть отток капитала, есть кризис на рынке недвижимости, и все это выражается в низких ценах на активы. Что с этим нужно сделать? Ответ абсолютно однозначный, на этом нужно заработать. Мы в рамках GoInvest предлагаем нашим клиентам различные стратегии на Китай, нам кажется интересной стратегии на дивидендные акции, так как с точки зрения стоимосного инвестирования большинство из этих компаний представляют достаточно интересных эмитентов с хорошим кредитным профилем, с хорошей финансовой картиной. Однако для более взыскательных клиентов, которым хочется активно торговать, мы также предлагаем активные стратегии на различные сектора, которые демонстрируют хорошие темпы роста. Однако давайте, если вам интересно, об этом пообщаемся на нашем стенде, который буквально около входа, а я буду двигаться дальше. И дальше хочу рассказать вам про чуть менее крупную страну, но не менее интересную, а именно Индию. Индия также растет впечатляющими темпами. Темпы роста экономики Индии также опережают общемировые и в дальнейшем, как мне кажется, будут только увеличиваться. Перспективы роста экономики Индии очень существенные. Уже в следующем году доля Индии в общем мировом росте составит порядка одной пятой, а по оценкам крупных инвестиционных домов к 27 году Индия станет третьей крупнейшей экономикой в мире после Китая и США. Такой результат будет достигнут буквально экспоненциальными ростами темпов ВВП. Что же происходит с рынком Индии? Если мы посмотрим на известный индекс Sensex, то увидим, что результаты этого индекса достаточно неплохие. Если бы вы 10 лет назад приобрели этот индекс, то в ежегодном эквиваленте вы бы заработали 12% в индийских рупиях, что равносильно 9% в долларах. Как мне кажется, это неплохой результат, который недалеко ушел от всем известного индекса S&P. В Индии наблюдается существенный приток инвесторов. Мы видим, что на рынок акций с марта 2023 года постоянно заходит все больше и больше зарубежных денег. И даже несмотря на небольшое замедление прироста капитала в сентябре, я ожидаю, что в дальнейшем, как только волатильность на фондовых рынках уменьшится, этот тренд продолжится. Хочется также отдельно отметить рынок облигаций Индии. Недавно было объявлено, что индийские государственные облигации будут включены в глобальный облигационный фонд развивающихся рынков, фонд JP Morgan. Индия получит вес порядка 10%, что также будет способствовать притоку инвесторов еще и на рынок облигаций. Давайте отдельно остановимся на том, что из себя представляет экономика Индии. Наверняка для большинства из вас это Индия, это в общем-то аграрная страна с нищетой, разрухой, где коровы ходят по улицам, но в самом деле Индии есть очень интересный сектор, именно технологический сектор, потенциал которого по-настоящему впечатляет. И как мне кажется, это будет основной сектор, за счет которого в дальнейшем будет расти экономика. Компании из этого сектора активно выходят на IPO. Прошедшие три года общий объем первичных размещений составил порядка где-то 10 миллиардов, но вы только вдумайтесь, что за следующие три года мировые инвестиционные дома ожидают объем IPO порядка 400 миллиардов долларов. На секундочку этот объем сопоставим с капитализацией всего фондового рынка, всего рынка акций России. Естественно, за счет такого существенного роста экономики мы ожидаем дальнейший рост и фондовые индексы Индии. Почему инвесторы так верят в индийский рынок? Верят они потому, что все эти впечатляющие результаты достигаются еще и низким уровнем закредитованности как домохозяйств, так и не финансовых компаний, что также является дополнительным импульсом для роста внутреннего спроса и позитивно будет отражаться как на экономике, так и на рынке. Абсолютно резонный вопрос, что с этим нужно делать и ответ абсолютно однозначный. Опять на этом нужно заработать. Индия на сегодняшний день представлена в виде двух индексов на Санкт-Петербургской бирже, которые на протяжении 10 лет демонстрируют интересные результаты. Нам кажется, это достаточно неплохой актив для инвесторов, которые, ну скажем так, любят зарубежные активы, но боятся вкладывать в Америку. И нет никаких сомнений в том, что в дальнейшем мы для наших клиентов сможем объявить о более интересном сетапе с возможностью торговать уже непосредственно акциями Индии и участвовать в IPO на индийском рынке. Давайте, в общем-то, будем потихоньку завершать мою презентацию. И завершу я ее рассказом про перспективного новичка, про Саудовскую Аравию. Это страна, которая еще не находится в Бриксе, однако официально вступит туда с начала 2024 года. И, в принципе, когда я кому-то из своих друзей рассказываю про Саудовскую Аравию, все однозначно говорят, что страна и экономика завязаны исключительно на нефтедобыче, на переработке нефти, экспорте и представляет небольшой интерес. В общем-то, это недалеко от правды. Если вы посмотрите на темпы роста ВВП, можно сделать смелое предположение, что эта волатильность вызвана волатильностью на рынке нефти. И, собственно, это правильное предположение. Однако Саудовская Аравия активно предпринимает действия для того, чтобы слезть с нефтяной иглы. В 2016 году был принят план, который называется Saudi Vision 2030. В рамках этого плана Сауды объявили о инвестициях в ключевые сектора экономики, которые помогут достигнуть диверсификации. Мы видим, что с момента принятия этого плана Саудовской Аравии удалось улучшить диверсификацию доходов ВВП и снизить зависимость от нефти с 50 практически до 25%. Нет никаких сомнений, что в дальнейшем показатели будут улучшаться еще больше, потому что те объемы инвестиций, которые запланированы в стратегически важные сектора, в общем-то поражают воображение. Порядка 1 триллиона долларов в 6 секторов за буквально 6-7 лет, естественно, будет очень серьезным стимулом для развития как технологического потенциала, так и для роста рынка акций. Хотелось бы отметить, что эти деньги будут выделяться не только суверенным фондом Саудовской Аравии, но и привлекаться через первичные размещения. Если вам кажется, что 1 триллион — это много, в общем, не торопитесь, потому что совокупный объем инвестиций, согласно этому плану, впечатляющий 3,3 триллиона долларов. На секундочку, это 3 ВВП Саудовской Аравии по сегодняшним ценам. И помимо инвестиций в стратегически важные сектора, а также в социально важные сектора, такие как здравоохранение, транспорт и недвижимость, Саудовская Аравия очень активно инвестирует в так называемые мегапроекты. Самый известный мегапроект называется НИОМ. Я думаю, вы что-то о нем слышали, где-то читали о этих действительно амбициозных планах. Саудовская Аравия хочет повторить успех Объединенных Арабских Эмиратов и стать таким новым направлением для мирового туризма. И за счет этих проектов им действительно, вероятнее всего, удастся привлечь туристический поток, а также улучшить определенным образом свой имидж в мире, который на сегодняшний день, ну, не сказать, что идеальный. На фоне таких существенных инвестиций и, в общем-то, роста секторов стратегически важных, о которых я сказал дальше, мы ожидаем существенный рост банковского сектора, потому что он, очевидно, станет бенефицаром всей вот этой вот деятельности по инвестициям в экономику. И нам кажется, банковский сектор одним из наиболее привлекательных, который будет расти не только за счет роста корпоративного кредитования, но и за счет роста ипотечного кредитования. Давайте подведем итоги. Что вообще такое на сегодняшний день Саудовская Аравия? Как мне кажется, это перспективная страна, которая станет настоящим финансовым центром на Ближнем Востоке. Они предпринимают активные партнерские программы вместе с другими странами-участниками BRICS, такими как Китай и Индия. Есть партнерство с Шанхайской биржей. Они активно либерализуют свое законодательство для того, чтобы улучшать условия для зарубежных инвесторов, улучшать условия для первичных размещений. И в дальнейшем, как и с Индией, я надеюсь, когда-нибудь мы расскажем вам о возможности торговать компаниями в Саудовской Аравии напрямую. Но я не буду бежать впереди паровоза, оставим это на следующей встрече. Давайте подведем итоги. Помимо тех рынков, о которых я рассказал, существуют другие рынки в блоке BRICS, которые нам не нравятся, и я решил не тратить ваше время рассказами о них. Однако мне очень нравится, и мне нравится, что GoInvest в этом со мной идет в одном направлении. Китай. У нас работает уже аналитическая команда по Китаю. Мы активно нанимаем новых аналитиков с экспертизой в Китае. Кстати, если знаете кого-то, можете порекомендовать мне на стенде, потому что их действительно непросто на сегодняшний день найти. Однако мы, в общем-то, работаем в этом направлении. Нам очень нравится Индия. Впечатляющие темпы экономического роста. Не могут просто оставить нас равнодушными. И в этом, как мне кажется, мы единодушны с многими нашими коллегами по цеху. Ну и Саудовская Аравия, как наиболее интересный игрок на Ближнем Востоке, у которого большие перспективы, которому интересно развитие фондового рынка, также кажется нам классной идеей для инвесторов, которые готовы вместе с нами идти на Восток. Спасибо большое за внимание. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, на все остальные вопросы. Если времени не хватит, я могу ответить на стенде. В общем, очень резонное замечание относительно Гонконга. Америка на сегодняшний день через Санкт-Петербургскую биржу пугает многих инвесторов, потому что их пугает перспектива заморозки активов. И почему мы так свободно решили говорить именно про Гонконг? Потому что в отличие от, соответственно, торговли на Америке, торговля на Гонконге предусматривает взаимодействие исключительно с дружественными юрисдикциями в плане агентских каких-то, их хранилищ, депозитариев и так далее. Соответственно, здесь мы не видим риска для инвестора и считаем, что покупать гонконгские акции на сегодняшний день безопасно. Что касается секторов, ну, смотрите, на самом деле очевидный, наверное, ответ будет, что не стоит сейчас лезть в сектор недвижимости, потому что многие компании банкротятся. Если посмотреть на вообще в целом индекс недвижимости гонконгской биржи, он двигается вниз, и, вероятнее всего, это тот индекс, который бы мы не стали обсуждать для покупки. Но есть другие сектора, я опять-таки предлагаю на стенде уже более подробно пообщаться, и там, нам кажется, есть интересные идеи, и, в общем-то, мы видим перспективу в дальнейшем, потому что, действительно, китайский рынок сильно упал. Многие говорят, что это падающий нож, но он не может вечно падать, и рано или поздно будет дно, которое, как мне кажется, и коллеги с нами согласны, будет вот-вот. Сергей, а почему вы так категорично отказываетесь от Латинской Америки? Смотрите, ну, когда я анализировал рынки, в первую очередь я смотрел именно на макрокартину, и, в общем-то, история в Латинской Америке, например, в Аргентине, ну, я думаю, многие знают, с точки зрения макро вызывает очень много опасений. Да, фондовый рынок растет, связано это с безумным бесценением PESA и так далее. Бразилия, в общем-то, ну, наверное, значительно более интересная с макро точки зрения, как страна, но там тоже есть свои, на мой взгляд, как бы риски, в которые мы пока не готовы лезть. То есть мы не очень верим в Бразилию, я не очень верю в Бразилию, поэтому сегодня я как бы не стал рассказывать про этот рынок, потому что перспективы рынка, на мой взгляд, значительно ниже, чем перспективы тех, о которых я говорил. А перспективы Индии, учитывая то, что она так стремительно выросла именно в плане населения за последние годы и уже является самой населенной стороной мира, они не пугают, что сможет ли она прокормить себя? Ну вот кажется, что как раз это один из основных таких селлинг-поинтов, почему Индия классная страна, потому что в ней очень большое количество населения, оно молодое, оно, в общем-то, как бы будет в дальнейшем еще увеличиваться, люди будут искать работу и, соответственно, вносить свой вклад в развитие ВВП. При этом в Индии за счет, ну, так скажем, колониального прошлого, неплохой уровень владения английским языком, туда активно заходят различные производители, наверняка вы слышали, что там Foxconn заключил соглашение и переносит свое производство в Индию, Boeing объявил о том, что будет производить, собирать часть своих самолетов в Индии, и мы считаем, что, в общем-то, Индия похожа на Китай, ну, скажем, там, 20 лет назад, 15 лет назад, и как бы перспективы роста промышленности впечатляющие, и это не может не найти отражения на росте фондового рынка. Смотрите, давайте я начну с первого вопроса по поводу ислам-банкинга, так называемого. Действительно, законы шариата там действуют, но при этом многие банки остаются публичными компаниями с основной целью, соответственно, максимизировать прибыль акционеров. В этом году Саудовская Аравия вышла на фондовый рынок, на рынок долга, заняла практически 16 миллиардов, что, в общем-то, по шариату запрещено, но, тем не менее, на фоне их интереса, и насколько я ознакомлен, насколько я, как бы, заинтересовался, наследный принц очень хочет привлекать международных инвесторов в страну. Он затеял огромное количество различных реформ для того, чтобы создать интерес у, скажем так, международного западного сообщества для инвестирования в саудовские страны. И, в общем-то, банки действуют ровно по той же модели. Они кредитуют, они выдают ипотеки, они зарабатывают на этом и наращивают тем самым доходы и свои активы. А что касается Объединенных Арабских Эмиратов, здесь, как бы, в принципе, как вы правильно отметили, похожая история, но сам по себе рынок Арабских Эмиратов, он такой очень локальный, он не сильно ориентирован на зарубежных инвесторов, и там в основном участвуют местные игроки. Соответственно, каких-то таких существенных темпов роста за счет захода международного капитала я лично там не вижу. Плюс Саудовская Аравия, она только начинает расти и в плане недвижимости, и в плане фондового рынка, а, в общем-то, Арабские Эмираты, как бы, они уже давно на слуху, и, как мне кажется, вот эта перспектива роста там, она несколько ниже. Не знаю, если я ответил на ваш вопрос. Еще раз спасибо вам большое за вопросы, всего доброго. Благодарю. Спасибо вам.